Доброго времени суток всем! Сегодня мне хочется показать вам вот эти картинки. Как и обещала, покажу, расскажу и даже поделюсь, угощу так сказать, вот такими вот интересными картиночками. Мне их навеяла вот такая вот идея, обработала их в фотошопе, посидела маленько, поиграла, поделюсь. Вы, пожалуйста, мне только в комментариях напишите, какие серединочки не популярны, чтобы их вообще убрала уже из своего ассортимента и не печатала, бумагу не портила. А какие будут нужны, пишите в комментариях, я их буду специально на листочки на отдельные. Это вот все в кучу у меня есть, а так вот расфасую, распределю и скину вам по ссылочкам. Вот такие вот руки чешутся, уже начать делать. Особенно мне вот это нравится. Не знаю, на видео так же красиво смотрится, как и живьем. Вот это вот мне нравится, кокетка красивая. Вот эти крышечки я делала из интереса своего, из того какая у меня лента есть. У меня вот есть такая вот интересная персиковая лента, такой не беж, а более такой персик. Я специально сделала себе вот такие серединочки. Так также у меня мятная лента появилась, изумрудная, поэтому я себе вот такой цвет сделала. Такой вот цвет шанелька лента у меня есть. Поэтому вот я сделала серединочки под свою ленту. Ну думаю много у кого подобная ленточка есть и подобные серединочки могут пригодиться. Еще хочу сказать, печатала я в салоне. На своем принтере все пока не решусь. Ну вот это вот я печатала химическую печать. Я всегда делаю такую химическую печать. Это лист 305 на 203, по-моему, что ли. Это химическая печать. Вот он даже поболее маленько лист и поуже. А это вот на принтере делала мне на своем тоже, а в салоне. Так, хулиганка. Уже нитки чуть не утащила. Делала, значит, это формат А4. Ну вот что хочу сказать, эта печать получается чище. Струйный принтер, он идет чище, ярче. Не знаю, как будет смотреться. То, что химическая печать не пропадает, не выгорает на солнце, это я вот знаю стопроцентно уже, потому что все время делала только химическую печать. Первый раз рискнула попробовать сделать вот такие вот. Попробуем, как они оправдают доверие или нет. Если оправдают, то буду сама печатать уже на своем принтере. Ну вот, сижу сейчас как кощеюшка и чахну. А вот при подробном рассматривании более мелких деталей заметила разницу. Разницу между струйной печатью и химической. Вот это вот струйная печать. Ярко четкое изображение, но при детальном рассматривании видно черные помарки на надписи. Сама картиночка не смазана, а вот надпись смазана маленько. Если взять, к примеру, вот печать тоже вот черная, только химическая печать. И сразу видно, что она сильно отличается и цветом и качеством. Вот если посмотреть, видно, что она немножечко как желта такой вот оттенок идет. Но качество очень яркое, очень насыщенное, не смазана. А вот разница сильно очевидна. Такой небольшой оттенок. Оттенок есть. Дальше вот еще при подробном рассматривании. Вот эта вот струйная печать. Здесь ярко, ярко-ярко малиновый такой цвет. Вот видно разницу. А нет, не видно, потому что это одно и то же. Сейчас найду другую. Вот этот цвет точно такой же. Если нужен, например, ярко-ярко такой малиновая ленточка, то никак вот струйная печать не берет этот цвет. Она будет, вы простите, не струйная, а химическая. Химическая печать немного темнее получается. Вот сейчас я заметила разницу между этими двумя печатями. Вы напишите, пожалуйста, в комментариях, кто печатает на струйном принтере. Никогда раньше не печатала, то, может быть, просто я свой принтер подключу к этому делу и буду печатать. Потому что вот это вот тоже, когда я делала эту картинку, вот эту вот красивую кокетку, то более цвета как-то яркие, больше красного. И вот это вот тоже более красный должен был цвет. Но химическая печать, получается, дает темноту. Поэтому более светлые картинки можно смело печатать химической печатью, либо с фоном, с тоном. А если вот именно надо надписи определенного цвета, то химическая печать для этого не подходит. Оно не будет полностью передавать задуманный оттенок. И вот эти вот картиночки тоже у меня были намного ярче, намного светлее, более темные получились. Ну, в принципе, я очень довольна. Сильно понравилась вот эта вот новиночка. Мне увидела, как хвалились такими картиночками в одном из мастер-классов. Вот прям загорелась сделать что-то подобное. Именно такой же цвет постаралась подогнать под свою ленточку. Довольно. Вот такие вот лолочки яркие, очень красочные Микки Мауса. Тоже новенькие. Это я делаю в фотошопе. Фон сама подбираю, картинку вырезаю. В своих уроках, как работать в фотошопе, как делать эти картинки, посмотрите видео, кому интересно. Кто хочет свою эксклюзивную картиночку сделать. Вот такая вот интересная картиночка, кокетка. Я еще не делала такой мастер-класс, как в фотошопе. Можно обыкновенный клепарт на прозрачном фоне залить. И получается вот такая вот симпатичный такой вот топлер. И из него сделать красивую картиночку с надписью можно. Это простая вот золушка. И тоже хочу отметить, что если бы я ее печатала на другой бумаге, значит на струйном принтере, то цвет был бы вот такой, как я планировала. Я планировала коралловый цвет. Так что если кому надо четкие цвета, яркие, насыщенные, то вот химическая печать не подходит. Это тоже химическая печать, наверное, да? Или нет? Нет, это не химическая печать. Да, если бы была, наверное, химическая, вот эта картиночка бы не обладала бы такой красотой. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях, кому какие серединки нравятся и какие наборчики сделать. Всего доброго творческого вдохновения! С вами была Наташа Секреты Канзашин. До новых встреч!